как у вас получилось папа тренировать и разные разность сочетания разговорные фразочки ну так какие-то да какие-то нет сейчас тогда что-то у меня закрылось так ну для начала честь как все, Маш? доброе доброе, отлично, хорошо так вот почему-то он снова мы наконец-то добрались до нашего улинга сегодня будем изучать животных это кошка причем и кошка, и кот а котку, котку, что такое котку, котенок? где котку? где я читала такое слово ну, да, возможно котенок ищут уточню ну да, похоже на котенок так найдете так, я переведу лошадь ест хлеб лошадь лошадь это кон конь конь а конь? да, мягкая черточка конь е е е хлеб да, хлеб хлеб просто видите, основа е ничего не добавляем в ней потому что глагол ешч 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 звеже е частечка свежее печенька? нет звеже это животное звеже ах звеже, а кто такое звеже? да, слово зверь животное просто животное все понятно мгм что там было? звеже е частечка а животное ест печеньку только не одну, а много е печеньки да частечка да, вот это ч она пронесет твердое это мягкое а это твердое можете даже сочетать потому что часто встречаются вот эти сочетания вот именно слово запишите вы тогда запомните что вот это ч мягкое а это твердое ч да, это мягкое это твердое ч ч здесь наша а здесь с т с примешанной с т но она не как в польском есть другое для этого есть вот такое сочетание букв и вот тш а именно ч ч ну ладно с этим разобрались ч стачка когда одно будет частичко о это средний рот как в русском языке все что на о заканчивается на о е это средний рот качка пьет вода качка это утка качка пьет вода утка пьет воду все правильно видите оканчивается на е потому что это творительный вода вернее качка пьет вода вода качка пьет вода угу вода качка пьет вода так как ответить мне надо поймать можете только слово качка чтобы запомнить качка представьте качку и там много-много уток на этой качке качка это когда качает корабль качка е хлеб что у нас качка качка е хлеб утка е хлеб так хлеб как качка качка что-то есть похожее на слово качка по отношению кучки в русском языке я сейчас пока не могу вспомнить но вспомню нет кучка это про корицу ну ладно он пьет молоко да да вот это слон а картавая л и не на конце слон слон пьем мэко слон пьем мэко да вот тут не картавая л а тут картавая слон пьем мэко мэко идем дальше собака будет собака и и кошка мы прошлый раз изучали собаку помните нет кошку кот собака не знаю пес пес а пес и кот пес и кот да если нет нет собаки и кошки то будет пса и кота вот или давай что-нибудь с ними мы делаем допустим вижу пса и кота то есть видзе пса и кота вот когда окончание окончание на согласный и мужской род тогда окончание будет а в винительном падеже так слон любит печенье их много печенья слон а слон 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 любишь нет только основа берется основа какая слон любит слон любит частичка н а давайте напишу что у вас не было возможности написать произнести свой свой молодцы так сейчас пойдем на другую амулет выиграли под шумок то а мы 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 немножко по халяве ли этому бы сразу я думал мы экстерном а мы по потихоньку краб 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 до краб есть просто паук папа откуда байк и че он там нажимаю пае онco это но совая она чаще всего на на месте наши устает пае он свежа свежа даже кто это animal это животное все правильно вот одной английский тигр пьет водичку да тигр пьет воду тигр с тигр с тигр с пи вода да я вода когда заканчивается то есть женский вот на а это в винительном падеже то есть кого что окончание носовое ну это не прогнозится нос но на письме остается качка пьет вода кто это у нас в качку пьет воду собака и кошка да собака и кошка пес и пес вот и кот лев это просто это мы слово тоже это сегодня мы вот а а носовое меняется на у в русском языке пьет воду пьет воду опять а меняется на э потому что винить или падеж кот и мышь это тоже легко что это кто-то да рыба так и пишется птичка нет хлеб да теперь по-польски так а это слон слон да слон слон очень странно нарисовано так и используем чтобы вас не владеть в заблуждении свой долинку принимать и без этих лет строчных знаков но в рыбами понятнее но рыба да рыба рыба зверь зверь животное пьес пьет воду та собака пьет воду можете повторить чем чаще повторите тем лучше запомните глаголы потому что животных-то не часто но пьес часто вот там свой часто тыгрыз и лев мхм тыгры лев да теперь по-польски тыгрыз и лев мхм мхм э мхм 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 Ухм Мхм 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 Пайонг и мышь, пайонг и мышь, пайонг, пайонг, качка, утка, качка, 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 а я не написал, я, 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 в наивной уверенности было, что я написал. Краб. Краб. Даже по английски одинаково пишутся. Почти одинаково там буквка, да. Вот, теперь поедим. Ём обед. Ём обед? Да. Так, вспомогательный глагол. Суп вкусный. А, зупа. 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 Смачный. Да, смачный, только надо вспомогательный глагол быть. Смачный. А, есть смачный? Есть. Есть смачный, тоже твердая че. Смачный. Потому что зет, она дает твердость. Зупа. Зупа есть смачный? Да. Так, только не смачный, а зупа это женский рот. Да, смачный. Зупа есть смачный. Дети едят, что они едят? Ну, ладно, смачный. А фрукты? Да, фрукты, так. А почему из... А вот. Все, я уже думал, ошибка тут. Так. Овоцы, это не овощи, это фрукты. Это прям запишите, потому что... Как это называется? Овоцы. 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 Да. Едя. Один овоц. Да. Один овоц будет, а много овоцы. Едя. Овоцы. Не овоцы. Не овоцы, а все, как написано, так и произносится. У нас она редуцируется гласные, в зависимости от положения в слове. А у них вот как написано, так и произносится. В любых, практически в любом европейском языке это так. Дети ездил овоцы. Дети ездил овоцы. Нет. Во-первых, С, а во-вторых, О. Овоцы. Овоцы. Дети ездил овоцы. Все равно А проскальзывает. Но привыкайте, что она даже под ударением все равно О. Дети ездил овоцы. Угу. Так. Ты ешь сэндвич? Ешь. 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 Ну а ешь, так почитать, ешь. Да, ешь. Да. Э-эс-зет дает ш. Капака или что-то, канапа, канапка. Канапка, да, канапка. Канапка. Канапка будет именительный падеж, а тут ешь что, то есть вижу что, твой именительный падеж, поэтому Э на конце А меняется на Э. Давайте даже это правило запишем, но у нас тыч. Ешь канапка. 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 Ешь канапка. А меняется, это именительный падеж. А это винительный падеж. То есть, кого что отвечает на вопрос. Меняется на Э. На письме еще носовое показывается. Иногда в речи тоже, но чаще не произносится этот нос. Вот. Дальше. Если нулевой звук, это еще надо писать женский рот. Ну это, напишу, чтобы понятно было, что это слово какое-то. Вот. Если нулевой, нулевое окончание, допустим, PS, код и так далее, то окончание А. И тут уже мужской рот. А. Вот. Такое небольшое грамматическое замечание. ПИЕ ВИНО. А тут, да. А тут О, оно как О остается. То есть, пей что? Вино. То есть, винительный падеж, но не изменяется. ПИЕ ВИНО. Угу. Так. Где у нас? Тринк. Вайн. А. Это не пить было бы. Угу. Так. Ешьте суп, если дословно. Ну или имеете суп, если дословно вернее. Извините, я вижу глагол. Не ешьте суп? МАЧЕ. МАЧЕ, МАЧЕ. 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 Это показывает, что их много. ВЫ. 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 МАЧЕ. СУП. Ну, суп. Супа. Супа, да. Супа. Да, опять это правило работает, а меняется на «э». И тут тоже это правило. Хербата? Хербаты? Хербаты? Ну, вы пока пьете. Я ем яблоко и пью чай. Да, что можно пить? Чай? Да, хербаты. От слова херб. Трава. Хербата. Ну, я не знаю. Вы так глубоко английское изучали? Нет. Но есть и herbal essences. Там рекламируют, например, всякие травяные настойки. Вот. Так. I am. И тинни. Так. Вы пока повторите, пока я тут колдую. Ем яблоко и пью хербату. Угу. Ем яблоко и пью хербату. Пью чай. Угу. Хербат. Печенька и рыба? Печенька и рыба, что ли? Что такое? В начале рыба и печенька. И печенье. То есть много. Рыба. И. Как бы от печенье? Частечка. Частечка. Все правильно. Частечка. А слово часть? Маленькая часть. А когда их много, частечка. ЗУПА и КАНАПКА. ЗУПА и КАНАПКА. Так. Что это? ЗУПА и КАНАПКА. Да. Да. Что это? ЗУПА и... Я забыла, что там КАНАПКА. Сейчас я напишу. Так. У КАНАПКА слова КАНАПЕ, я не запомнил. Да. На КАНАПЕ сидите и едите сэндвич. Представьте такую картинку, что вы сидите на КАНАПЕ и... и едите сэндвич. Ман? Что же Ман? МАМ это глагол МЕЧ. Мы в прошлый раз его изучали. Сейчас повторим. РЫБА. Только в именительный падеж какое правило действует? МАМ РЫБА. Нет. РЫБА это именительный падеж. А когда... МАМ РЫБА. Да. Вот. А меняется на Э. Так, я сейчас напишу МЕЧ. РЫБА. МЕЧ. Повторим. Я МАМ. МАМ. Как будет? Ты имеешь. МАШ. Да. Ты МАШ. Как будет? Они... Он имеет. Основа. МА. МА. Всё правильно. А как будет? Вы и мы имеем. Какое там окончание? У. Да. И получает слово... К основе прибавляем. МАМ. МАМЫ. Всё правильно. А как будет? Вы имеете? Мы сегодня его видели. МАЧ. 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 И... Как будет? Они имеют... Вот это окончание... Вы. У любого. глагола. И... Они имеют... Или... Они женщины имеют? ОНЕ. 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 Да. ОНЕ. И окончание... И я там окончание. Нет. Я имею ввиду глагола. Вспомните. Глагол. Быть. Там было... Изменялся глагол САУН. То есть окончание АУН. А тут будет... К основе приправляем... Нет. Нет. К раз вот эту АУН. АУН. МАУ? Почти. МА... Чтобы... Сохранить... 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 КОНЬ. Вот. Вот это... И краткую добавляем. МАЮ. МАЮ. Да. И вот это... Носовая. Вот. МАЮ. Хорошо. Повторили глагол. МЕЮ. Это очень важный глагол. РИПЕ. КАВЕ. ПРОШЕ. КАВЕ. Это кофе. ПРОШЕ. Ну я знаю. ПРОШЕ. 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 МАЮ. ПРОШЕ. 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 ЧТО ЭТО У НАС В КОНЦЕ? КАВЕ И ХЕРБАТА. КАВЕ И ХЕРБАТА. КАВЕ И ХЕРБАТА. КАВЕ И ХЕРБАТА. КОФЕ И ЧАЙ. КАВЕ И ХЕРБАТА. ЯЙКО. На какое слово похоже? МАЙЦО. ДА. ЯЙКО. КАК мАЙЦО, ПРОГАТА. ОМЕРЕТА. Как в ручке? ПРОШЕ. ТОЖЕ JÄぞо? НЕ, Я filing свои слова. 2 секунды наверное 1 전 и 5com. ХОКАНСЕ СЕЙЧИГАТА. ПРОГАТЕJ и АК plansimoh. так там созвучное слово яичница но точно не помню так и яйко м зуба да вот это опять поэтому же правилу а менять на м зуба что это что я ем нем суп сэр есть смачно что это может быть так что может быть нет то что можно есть какой продукт похож сыр все правильное я по-русски не говорим есть ну да можно Хлопец е помидора. Парень ест помидор? М-м-м. Хлопец е помидора. М-м-м. Хлопец е помидора. М-м-м. Да, вот видите, помидор, слово. Нулевое окончание. Получается А. Помидора. Ем шниадание и колація. Так, это слово мы не изучали, да? Шниадание. Джем, шниадание и колація. Да, это будет обед и завтрак. Завтрак и обед. Шниадание, это обед? Так, шниадание. Сейчас я точно скажу. Шниадание. Колація, по-моему, обед. Шниадание, завтрак. Так, I eat. Брэкфэст. И... Динер. Ой, динер. Это же ужин. Не динер. Как его? Ланч. Так. Нет, динер, всё правильно. То есть... Завтрак и ужин. Значит, и ужин. Крація. Люблю фрукты. Да, люблю фрукты. Люблю... Ешь ужин? Ты ужинаешь? Да, ты ужинаешь. Так. Там, наверное, будет... Через такую конструкцию. Так. Вот, замечательно. Дальше. Мы прям ударными темпами движемся. Теперь определение. Определение. В принципе, можно не загнать себя. Давайте под... Человек jest зверьезем. Вот, видите? Еще раз. Человек jest зверьезем. Человек jest... Да, вот это читается всегда как ч, твердое ч. Мы в слове частичком с ним встречались. Человек есть... Да. Человек jest зверьезем. Вот это читается как жжж. Всегда. Ж или ш. В оглушении. Зверьезем. Нет. РЗ читается как жжж. Зверьезем. Да, зверьезем. 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 Это один. Вернее, это именительный падеж. А зверьезем. Это творительный падеж. То есть, они говорят так. Человек есть животным. Человек есть животным. Человек есть животным. Зверьезем. 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 О, это овощ. Я подскажу. Это вопросительная частица. Как наша Ли можно перевести. Здесь не должно быть яйцо. Да. А нет, вон есть яйко. Угу. Яйко. Что там? Еще раз. Яйцо, это овощ? Надо найти глагол вспомогательный. Есть. Есть. И что больше похоже на... Варживем. Да, варживем. 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 Угу. Как это читать? Что там? Чи, ябко, ой, чи, яйко есть варживе? Да, варживем. Варживе? Чи? Да, чи, твердое чи. Чи? Чи яйко ест варживем. Чи яйко ест варживем. Даже чтобы РЗ легче всего запомнилось, я сделаю, что это Ж. Вот, пожалуйста. Чи яйко ест варживем. Вот, видно, что это Ж, да? Угу. То есть, вот была РЗ. Вот она у нас. Ж это просто... А я... Вот, мы дорисовали, и получилось Ж. Вот. Ну, дома нарисуйте получше, чтобы у вас получилась Ж. Вот. Ну и даже сейчас можете нарисовать. Вот. Варживем. А Ш можно попробовать сделать в Ш. Ну ладно, потом. То звеже ест тыгрысем. Да, видите, всегда... Кто-то ест что-то, или что-то ест что-то, это всегда творительный падеж. Животное ест тигр или что-нибудь как-то? Да, то, то, это... То попросить... Это животное и тигр? Угу. То звеже... Как это читать? Есть тигрысем. Тыгрысем. Тигрысем. А животное? Звеже. Звеже. То звеже ест тигрысем. Да, вот представьте, что это Ж. Дорисуйте в воображении, что это Ж. И всё будет в порядке. Так. Тигрысем. Как у нас было слово? Овощ. Воживо. Только опять... Да. Представляем Ж. Тут достаточно легко. Воживо. Только Р не читается. Воживо. 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 Угу. Пес не ест человекем. Пес не ест печенька? Нет. Человекем. А собаком? Это... И не человеком? Да. Это иногда бывает такое безумное предложение, но... Пес не ест человекем. Ч... Ч... Человекем. Человекем. Угу. Собака... Ой, Господи. Кот... Животное? Да. Кот животное. Как это будет? Кот? Кот. Ко... Код... То. Да, код то звеже. Звеже. То это может быть это... Код то звеже. Код то звеже. Да, и тут остается именительный падеж, если мы используем такую конструкцию. То есть существительное то, а тут остается именительный падеж. А если мы используем код ест, то тут было бы звежем, чем... То есть два варианта можно использовать. Не jestem psem, jestem котом. Это не собака, это кот. Только... Не jestem psem, jestem котом. Только... Не это, а кто? Как сказать? Они не являются собакой? Вот M это окончание я. Я не собака, я кот или что? Да, да, да. Я говорю, тут бывают безумные предложения. Не jestem psem, jestem котом. Угу. 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 Можно... Можно сказать... Он не ест psem, ест... эээ... Ест кот. Котом? Он прям так говорит? Да. Быч... Я? Я... Я есть, как сказать? Ест. 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 Как будет? Ест. Только... Окончание какое всегда у ты? Посмотрите на... Естеш. 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 Как сказать? Он есть. Он есть. Да, он есть. Как сказать? Они есть. Они есть. Они... Естмы. Да, почти. Естешмы. 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 Да. А... Они... Э... Вы есть? Естешно. Естеш... Вот это окончание. Естешмы. Нет. Вот это окончание. Значит, это окончание. Че. Вот... Ум... Вот оно окончание. А... Непонятно, да? Че. А... Естеш. 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 Да. Да. Конечно, не очень. Лучше вы сами напишите, чтобы вам было понятно. Ээээ... У себя в тетрадочке. Естеш. 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 И... Они... Как будет? Как будут они? Естеш. 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 Вот окончание. Только там какая будет гласная. Вначале очень... Не просто. Вначале? Да. Естеш. 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 Там будет вот такая странная гласная казалось бы. Сам. Сам? Да. Сам. Да. Сам. И теперь вот... Вместо Естем используйте другие глаголы. То есть ты... Пока я пишу. Ты? Да. Вот не... Не Естем. Запоменяйте просто глагол Естем на другой глагол. Для ты. Он. Мы. И так далее. Ест. 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 Кот. Нет. То же самое. Не Естем. Естем. Котом. Только допустим. Не Естеш. Псе. Естеш. Котом. Не Естеш. Псе. Естеш. Котом. Угу. Не Естеш. Псе. 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 Естеш. Котом. Дальше. Он. 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 Не ест. Не. Не естем. А. Не естем. Псе. Да. Не ест. не есть все есть кота кот кот котом все правильно дальше мы есть мы не есть мы не есть мы не есть всем всем не стешлю котом вы не естешь не естешь все источник и источник не есть не естественно и их они не сам носовой дальше человек животное это вопрос опять попросить ждется человек 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 есть 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 как бы да свежим свежим тем чтобы не не залезал на текст хотя бы человек и мясо что там происходит то что делает человек и мясо на какое слово похоже так я не слышу что случилось что-то случилось там интернет зависал а понял я уж вам хотел писать в чате а теперь по-польски попробуйте прочитать так человек и мясо на человек и мясо человек и мясо лев не ест тигра или что на москву ой ой то есть лев не ест тигра да лев не ест тигра только не тигры а что будет лев не ест тигром вот так они говорят то есть есть две конструкции сейчас напишу в польском подлежащие глагол быть что соответственно и форме и именительный падеж так нет не именительный творительный падеж творительный падеж вот как раз лев не ест тигры сам а есть подлежащие подлежащие ну я напишу подлежащие чтобы уж совсем было понятно это о но без глагола быть то так плюс не не удачный получился то и уже тут идет именительный падеж то есть если было бы лев не ест тигра так меня слышно да 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 вот именительный падеж то есть вы тогда запишите себе схему лев не ест тигри сам ай ой болеол леол не ест тигра лев не ест тигра Мужчина, это тоже творительный падеж. Кто, мужчина, что ли? Кто есть мужчина? Нет, только чи, это просто, она не переводится. Она либо ли переводится, либо вообще не переводится. Это вопросительная чтица. Вы мужчина? Только не вы, а кто? Вы, блядь, мужчина, вы мужчина. Естыш. Ты, ты мужчина? Да, ты мужчина? Вы мужчины? Ты мужчина? Чи естыш мужчина? Мужчизна. Мужчизна? Да, естыш это один. Естыш это будет много. Поэтому, ты мужчина? Чи естыш мужчина? Да, чи естыш, естыш. Чи естыш мужчина? Пока я пишу, просклоняйте вот слово естыш. Заменяйте естем, ест, естыш мы, естыш че сам. Ест... Только чи, также чи и по тексту. А, чи ест, естэм межчина. Межчизна. Межчизна. Чи ест, естыш, естыш межчина. Нет, естыш вы уже использовали, естем, ест, естеш мы, естеш че сам. Чи ест межчина. Межчизна. Межчизна. Чи естеш ми, межчизна. Чи естеш ми, межчизна. Чи естеш... Чи сал, мэржи, чизна. Только же это, мэржи, чизна. Мэржи, чизна. Угу. Она не ест, что она не ест, кто? Да, она не ребёнок, как бы сказать. А, она не ест джетским, джетским. Джетским. У нас... Она не ест джетским. Она не ест джетским, да. Она не ест джетским. Да, окончание м, потому что о меняется на м. Сейчас тоже напишу. Творительный падеж. А тут именительный. Джетскор это старинный род. О. Меняется на Э. М. Так, М. И так же. А. У нас было слово мэржи, чизна. Это уже... Мэржи, чизна. Мэржи, чизна. Нет, чизна. А. В творительном падеже. Зависает интернет, да. Ну, я тогда подожду. Скажите, когда отвиснет. Отвис? Или можно перезагрузиться? Интернет. Можно перезагрузиться. Так, сейчас я напишу тогда это. Давайте, Андрей Сергеевич сегодня уже закругляться. А то мне там надо дальше бежать. Хорошо. Плохо. Хорошо. Тогда повторяйте вот то, что мы выучили. Схемки вы записали, да? Да, обязательно. Обязательно. Хорошо. Да, конечно. Какие-то слова вы уже знаете. Их используйте вот в этих схемках. Хорошо, поняла. Хорошего дня. Спасибо большое. Что-то в понедельник, в час дня. Хорошо. До свидания. Все, до связи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok